Тот взвыл и упал в заросли цветов. Дракаон! Закричала она и принялась бить коленкой кузнеца. От нее летели искры, прошла-прошла, отбивался пьяный мужик, пошли домой. Когда они вернулись Кристина была вне себя от счастья. Выпив еще немного она велела показать ей книгу заклинаний. Валера обрадованной что у них появился еще один маг пошел следом и принес с собой ту самую книгу, о которой говорила ему девочка. Кристина стала листать ее. В книге была большая таблица с перечеркнутыми квадратиками, в каждом из которых были слова. Что? Поваренная книга, сказал Валера, дуй на кухню баба, а не то никакой молек тебя не помощник. Ведьма она, только не настоящая, реальная такая, только злая и никудышная. Был у нее один должок, такой большой, что проще сразу оплатить, чем отдавать потом. Валера бросил ей ерш, потом толчки помоешь. На нем руны такие, где надо слова вычитать, раз, и готово. Руна урт, это земля. Эй, воз воздух. Потом руна имени, ансус. Анус, переспросила девочка и захохотала, а ну-ка ты мне слово скажи. Что за буква? А. Как там дальше было? А. Заткнулись все, рявкнул Ульфберт, я хочу есть. Оно все по своим местам. Идет охота на волков, соображаешь? Поваренок, как у нас завтра кормит, уже знаешь. Он прижался немытой щекой к Кристине, драконы они разные бывают. Я на драконах дракона съел, и тебя съем, если не поторопишься. На кухне был гироскоп, она его таким ни разу не видела. Когда она вошла, он склонился над тарелкой. Она заметила, с каким интересом он разглядывает ее саму. Перехватив ее взгляд, гироскоп улыбнулся. Моя женушка, он показал уродливые зубы, которые ему так не шли, говоришь, дракона остановить тебе раз в жизни довелось. Нет, девочка. Майя Пикси еще будучи человеком драконов забарывала, а ее заскамили. Ходили и пели Пикси умерла, Пикси умерла. И она, стала Пиксей, которую никто не может остановить. Она и по-рыболюцки, кстати, неплохо говорит. Как в цирке. Помнишь? Ой, давно это было, вон руны, какие. Он посмотрел на ершек, какие рунные были времена. Кристина не любила художниц в быту, за то, что они постоянно что-то напивали себе под нос, куда бы они ни направлялись. Но от злости, которая опять кинулась ей в голову, она чуть не плюнула на ладонь, чтобы прикоснуться к стене, обшитой лакированными досками. Ей вспомнилось, что вся мебель была обтянута той же самой кожей. Также были драпированы стены. Гироскоп был очень странным человеком, и его бормотание действовало на Кристину гипнотически, в то время как все ее существо требовало только одного – выхода из дома. Она как по указке принячилась печь, варить, солить и вскоре ужин подан. Скептически глянув на стопку листов бумаги, исписанных неуклюжим почерком Вавлеры, Кристина задумалась. Вряд ли это действительно дневник, слишком непонятно и коротко. Но все же какая-нибудь зацепка может быть. Молик чавкал чем-то из вазочки на ее столе. Валера, за спиной которого сияла голая красотка, вдруг выпучил глаза и сделал попытку вскочить из-за стола. Что это за срам у тебя на экране? Спросил Ульберт доедая. Господи, сказала Кристина, стараясь не смотреть на экран, на котором мерцала деревянная голова с золотым обручем, болтающимся на шее, точно кукла на нитках, привязанная к шесту на деревенской площади, только вместо шеста была половинка висящего в воздухе облака, а вместо нити ветра, струящийся по экрану текст. Господи, ерунда какая-то. Валера, что он видит? Он макой. Бабу голую. С сиськами больше, чем у тебя, крыс Цейна. Хватит с него и этой голенькой. Возьми еще. Ты что, обещала мне утром сказку? Вот сказку и слушай. Маги видят не как люди, а ты еще не маг. Так что не воображай. Слушай сказку. Если бы ты хоть чуть-чуть знала, ты бы поняла.